Согласно известной пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но и мужики бывают разные. И гром грянул, и ливень стеной, и вода по колено, а они продолжают трудиться. И хорошо, если во благо. А если дождь для них только прикрытие? Как известно, еще 7 июля в недрах краевого правительства появилось постановление, поставившее под угрозу экологию регионов Минвод и в первую очередь горы Машук. К действующим запретам на вырубку и строительство на территории горы в постановление был включен целый ряд исключений, при которых хозяйничать на заповедной территории стало бы возможно. Но уже в конце июля Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла представление губернатору Владимирову с требованием вернуть статус-кво для горы Машук. В ведомстве сочли, что постановление регионального правительства противоречит федеральному законодательству и отменяет охранный режим на горе и ее окрестностях, который действовал с 1978 года. Генпрокуратура потребовала также от Министерства природных ресурсов и экологии усилить контроль за сохранностью памятника природы гора Машук. Повинуясь этому подписанию, 4 августа ничтожи сумняшися губернатор отменил постановление от 7 июля. Среди уважающих себя людей такое вынужденное действие означает, как говорят китайцы, потерю лица. Но только не для губернатора Владимирова. На Медни во время посещения губернатора молодежного лагеря Машук один из участников задал Владимиру Владимировичу явно заготовленный заранее вопрос о пресловутом велотеринкуре, на что губернатор с готовностью ответил, что его строительство начнется в 2024 году. Возможно, это был намек для тех, кто понимает, о чем речь, но в этом случае можно только удивляться губернаторскому оптимизму. Ведь и этот многострадальный для его авторов проект также затрагивает особо охраняемые территории, но уже сразу нескольких горлоколитов. А вся история с принятием и отменой постановления Ставропольского краевого правительства явно отразилась на состоявшемся вчера совещании, который провел президент. В частности, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что подготовлен закон об экологическом туризме, который предусматривает возможность привлечения частных инвестиций для развития особо охраняемых природных территорий. Но, судя по комментарию президента, в закон будут внесены существенные коррективы. Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек, для того, чтобы кто-то мог использовать их для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Вот над этим обязательно надо подумать и депутатам Государственной Думы, и вашему министерству. Своим уточнением по поводу закона об особо охраняемых природных территориях президент, образно говоря, перекрестил законотворцев. Но, похоже, не благословил, а поставил крест на их устремлениях уродовать уникальные места. Субтитры создавал DimaTorzok